В эфире Радио Свобода и видеотрансляции на сайте www.swoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я ее ведущая Марьяна Тарачашникова. 5 марта в преддверии Международного женского дня обнародованы имена лауреатов четвертой ежегодной премии Рунета «Сексист года». О ее номинантах и лауреатах, о сексизме в контексте современной социальной и культурной политики России сегодня говорим с учредителями премии, координатором инициативной группы «За феминизм» Натальей Биттон и заместителем председателя гендерной фракции партии «Яблоко» Ольгой Радаевой. Ну, прежде чем начать разговор о премии «Сексист года», наверное, нужно определиться в понятиях и напомнить слушателям и тем, кто смотрит на сайте, что же такое сексизм. Я... короткая цитата из статьи на соответствующую тему в Википедии. «Сексизм – это идеология и практика дискриминации людей по половой принадлежности. Соответственно, человек, исповедующий или практикующий сексизм, называется сексистом. Этот термин появился в 60-е годы XX века с подъемом феминистского движения, образован по аналогии со словом «расизм». Сексизм, как идеология, основан на стереотипных моделях гендерных ролей. Он ставит роли, способности, интересы и модели поведения людей в зависимость от их половой принадлежности. И в рамках феминистской теории сексизм чаще всего рассматривается как проявление патриархата, то есть как дискриминация женщин-мужчинами. Но, тем не менее, существует и альтернативное понимание сексизма как явление, которое, в принципе, может быть двусторонним. Очень многие могут привести в пример, ну, феминистки, в том числе, в пример два праздника, существующих в Российской Федерации. 23 февраля и 8 марта. Эти дни, которые явно намечают вот весь сексистский настрой российского постсоветского общества. Когда понятно, что 23 февраля, вне зависимости от того, имеет мужчина, мальчик, пожилой человек отношение к военной службе, не имеет он отношения к ней, он одаривается, ну, потому что это День защитника Отечества, 23 февраля. А 8 марта, соответственно, Международный женский день, и тут же все мужчины вспоминают, что, ах, есть же женщины, нужно им дарить срочно цветы, устраивать на работах корпоративы и, в общем, всячески праздновать вот этот вот день. Собственно, к одному из таких праздников приурочен эфир сегодняшней передачи и премия «Сексист года». Расскажите, пожалуйста, Наталье немного об этой премии, почему вдруг возникла необходимость говорить о сексизме и выделять особо выдающихся на этой почве людей. Спасибо, Марьяна. Но я сначала хотела бы внести небольшое уточнение. Дело в том, что учредитель премии – это инициативная группа за феминизм. Только вы. Гендерная фракция «Яблоко» нам системно каждый год оказывает ресурсную поддержку. То есть они нам предоставляют зал, они нам помогают печатать дипломы. Ну, в общем, они нам всячески помогают, но основную идеологическую работу и организационную, и потому как выбрать… Подрыванную ведете вы. Да, да. Это все наши люди. Хотя на самом деле участвовать могут все желающие, потому что организационно это такой киберактивизм, можно сказать, киберфеминизм, потому что есть такое направление. Ну, собственно, и голосование за лауреатов идет в интернете. Самое главное, что выдвижение идет в интернете. Мы не сами выдумываем, кого номинировать. Мы собираем по разным феминистским ресурсам мнения людей. Мы им просто объявляем наши номинации, категории. Люди там высказывают свои предложения, дают нам ссылки. Дальше мы их обрабатываем. Выбираем топ-лист по каждой номинации троих. Я руководствуюсь в данном случае принципом очень много, знаете, очень много. Я просто, когда выбираю главную тройку, я стараюсь, чтобы они были разнонаправленные. Вот вы уже говорите о тройках. Скажите, почему вам вообще пришла в голову идея учредить вот такую премию? Ну, для чего выделять? Ну, есть и есть сексист. Зачем этого человека популяризировать? Народ должен знать свои герои. Нет, на самом деле, вот такие мероприятия придают огласки. И, во-первых, мы показываем этих людей, мы объясняем, по какой причине мы считаем их сексистами. И, по сути, это просветительская работа. Сексизм чем сложен восприятие, ну, скажем так, нормальными людьми? Вот живем мы все, да? Обычные. Живем и не тужим, да? Но есть какие-то проблемы, которые нас волнуют. Женщина на кухне, мужчина на заводе. Но что-то бывает, нас царапает, корябает эмоционально и так далее. И мы не понимаем, в чем дело. А когда человеку рассказываешь, почему, что происходит, и что на самом деле это сексизм, и он очень распространен, и это наносит эмоциональный, физический, там, материальный вред женщинам, тогда у людей, у многих изменяется отношение к своей собственной жизни. Они начинают по-другому себя вести, по-другому себя позиционировать, по-другому выстраивать отношения. В общем, вы портите сложившиеся... Да, мы ссорим мужчин с женщинами. Мужчины боятся феминисток, особенно радикальных феминисток, именно потому что они утверждают, что феминистки хотят поссорить мужчин с женщинами. Но на самом деле это всегда угроза, типа не смейте, чтобы бабы выступали. Но с другой стороны... Научите их плохому. Да, мы учим плохому, если в этом смысле. Феминизм, точнее антисексизм, он заложен в основном в законе Российской Федерации, в ее конституции, где прописана статья, не допускающая дискриминацию по признаку расы, полу и вероисповедания и вот прочим другим признакам. Мне очень нравится заниматься сексистами. Просто вот чем дольше занимаюсь, тем больше интереса. Потому что, знаете, эти инструменты, вот сексистские все методики, да, какие-то идеологические ходы, всякие выверты-подвыверты, подмены понятий, это, знаете, как психотерапевту разбираться, очень интересно, да? Да, давайте начнем. Ты смотришь и иногда думаешь, почему, почему меня это беспокоит? И начинаешь рассуждать, да, а что же здесь, а что же имелось в виду? И когда ты это понимаешь, это всегда приятно открыть. И я хочу этим с людьми поделиться, да. Давайте начнем делиться с людьми. Сексизм в средствах массовой информации. Итак, лауреаты. Это издательство «Коммерсанта», точнее, статья Александра Зотина под названием «Экономика под каблуком». Второй номинант – это программа «Вести недели», телеканал «Россия-24» за сюжет «Хоккейный мир» встал на защиту Варламова. И, наконец, статья, опубликованная в издании «Собеседник», статья Дмитрия Быкова, поэта и гражданина, человека, известного, впрочем, со своими вполне либеральными взглядами. Вполне сексистскими. Статья под названием «Почему женщины не хотят замуж?» Расскажите, за что номинировали и кто победил? – Победил с очень небольшим перевесом Дмитрий Киселев, программа «Вести недели». И меня выбор, вот такой выбор голосующих очень порадовался. Вот этим своим сюжетом как раз по поводу хоккеиста российского, которого обвиняли в избиении своей подружки незадолго до Олимпийских игр. И это было чревато всякими санкциями. – Это было чревато санкциями к отдельно взятому человеку. – Да, и Дмитрий Киселев, в частности, развивал идею о том, что это давно испытанная технология. Во-первых, жертва сама виновата, а во-вторых, это давно испытанная технология, когда какие-то сомнительные блондинки, там, по-моему, такая цитата даже была, специально чуть ли не подсовываются человеку для того, чтобы его вывести из строя из игры. – Да, почему я рада такому выбору наших голосующих? – Потому что формируется понимание того, что жертву обвинять нельзя, во-первых. Любую жертву насилия, когда вопрос недоказан судом, вообще невозможно обвинять. К тому же у нас, как правило, женщин действительно используют для того, чтобы устраивать некие провокации. – То есть буквально используют? – Да. – Можно сгодить вот эти многочисленные, особенно в середине 90-х, в конце. – И в этом же их обвиняют. – Прокуроры в банях, позже политики какие-то. – И в данном случае, значит, прокурор в бане – это уникальный случай, когда обвиняли прокурора, потому что во всех остальных ситуациях обвиняют женщину в том, что она проституируема, да, то есть он оказывается там с проституткой. Я помню неприятный случай с Шендеровичем, да, и там нет несколько оппозиционеров. И на самом деле рассматривался… – И журналистов. – Да, и журналистов. – И рассматривался не их моральный облик, а для меня они ведут себя морально, поскольку покупают секс, покупают женщину, да, там, или изменяют своим супругам, а рассматривался пристально под лупой образ этих женщин, которые для меня всегда пострадавшие. И даже те же самые люди, которые вроде бы борются за свободу, вроде бы они за демократию, вели себя абсолютно непотребным образом, я об этом писала и говорила, что так себя вести нельзя. – Но вообще тема проституции – это совершенно отдельная тема, и мы здесь, кстати, опять же, в рамках передачи обсуждали… – Проституция, изнасилование, домашнее насилие – это все проявление гендерного, системного насилия. И в данном случае с небольшим перевесом все-таки победил действительно тоже мой фаворит. – Кстати, здесь я хочу добавить несколько штрихов. – Говоря о насилии, у нас до сих пор не принят нашей Думы закон, который помогал бы женщинам противостоять, закон против домашнего насилия. Депутаты, мужчины, которых в Думе большинство, так как в Думе только, даже в этой Думе 14% женщин из 450 депутатов, этот законопроект отвергли. – Кризисных центров для женщин ничтожно мало. – 500 тысяч женщин ежегодно у нас погибают, только погибают от домашнего насилия. – От рук партнеров, мужей, сожителей. – Это вот реальные смерти, которые случаются только из-за этого каждый год. Сколько женщин будет изувечено физически и психически. – При этом, когда женщины жалуются в те же правоохранительные органы, их отправляют назад домой. – Отправляют, говорят, разбирайтесь со своим супругом, со своим партнером. – Проблема в том, что закона нет, и у полиции нет даже кейсов, нет никаких рычагов для того, чтобы в этом разбираться. То есть, по сути, если это дела частного обвинения, жертва подала заявление, но она находится в одном помещении, она полностью зависима от насильника, она его потом забирает. – Если речь идет о побоях, если об изнасиловье, там уже все-таки забрать заявление нельзя. Другое дело, что их и не принимают, дела отказываются возглаждать. – Мы считаем, что необходимо принять закон о домашнем насилии, где эти дела были бы делами публичного обвинения, чтобы, если зафиксирован случай побоев, чтобы не жертва собирала доказательства, а чтобы этим занимались правоохранительные органы. – Вот смотрите, на этом фоне другой номинант, точнее его публикация в газете «Коммерсант» выглядит какой-то совершенно невинной овечкой, случайно попавшей под раздачу и ставшей номинантом на премию «Сексизм в СМИ». Я имею в виду статью Александра Зотина «Экономика под каблуком», в которой он говорит о том, что именно гендерный фактор способствовал раздуванию кредитного пузыря в Соединенных Штатах Америки, и что именно из-за этого пострадала экономика такой могучей страны. Что ж в этих рассуждениях? Причем это же исключительно рассуждение, а не утверждение. – Это все движение в сторону отжать женщин из сферы оплачиваемого труда. Я говорю, вот почему мне нравится «Сексизм»? Они вообще большие выдумщики, все время что-то новенькое нам преподносят. На самом деле, да, интересно за ними наблюдать, но мы должны понимать, к чему они клонят. То есть здесь идет прямое обвинение женщин в том, в чем они вообще не виноваты. Экономику контролируют мужчины, женщины контролируют только 1% всех активов. – Но здесь можно размотать клубок и сказать, что вот эта вот женщина-потребительница, хищница поймала себе мужчину, требует от него новую шубу, новый автомобиль, бриллианты, не знаю, в конце концов пачку памперсов, и мужчина вынужден работать, брать кредиты и тогда и разбивать. – На самом деле, я думаю, это не экономическое заявление и не экономисты, поскольку здесь, ну вот, налицо какие-то экономические просто неувязки с экономическими знаниями. Но, опять же, статистика нам говорит о том, что во всем мире женщины получают зарплату меньшую, к сожалению, даже в развитых странах, чем мужчины, часто эта зарплата составляет 75% от мужской за равный труд. В России эта зарплата составляет от 50 до 75%. И все женщины во всем мире говорят о существовании некоего стеклянного потолка, который пробить порой оказывается просто невозможно. Мужчины действительно не пускают женщин в бизнес. И если мы посмотрим на список Forbes, то сколько женщин мы там увидим. Вот до недавнего времени там находилась только госпожа Батурина. – Так, может, проблема в женщинах? – Так, оказывается, что проблема не в женщинах. На самом деле, если посмотреть пристальнее, оказывается, что проблема в мужчинах. Потому что создается вот всегда такая искусственная ситуация, когда женщина, например, с маленьким ребенком, да, но вот биологическая функция женщины и функция материнства, да, которое присуще большинству женщин, она должна быть выполнена. Понятно, что на какие-то месяцы или даже там на пару лет женщина уходит из профессии. В этот момент ее либо увольняют, либо оставляют без содержания. Очень много случаев, когда банкротится компания, и такие женщины не получают. – Никаких компенсаций? – Никаких компенсаций. И даже там той зарплаты, которую должны были им выплатить, и компенсацию за декретный отпуск. И этим занимается вот наша дружественная НГО. – Более того, декретный отпуск мужчинам стали давать вот совсем недавно, несколько лет назад разрешили, точнее, не декретный, а отпуск по уходу. – Более того, они практически не берут. – Они практически не берут. И что я хочу подчеркнуть, вот здесь интересно, что мужчины этой проблемой не занимаются, они не заинтересованы в том, чтобы вот эти женщины, которые оказываются без средств существования, особенно если это молодая семья, да, и нужна вторая зарплата, нужны пособия, или если это мать-одиночка, они не занимаются этой проблемой, занимается НГО, такое вот именно женское, НГО, которое защищает права женщин. – Мужчина этой проблемой не занимается, но при этом искренне возмущены тем, что женщина хочет искать, найти себе, особенно женщина-мать-одиночка с ребенком, хочет найти себе успешного, состоятельного, состоявшегося мужчину. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.swaboda.org, передача «Человек имеет право», я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня координатор инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон, она же учредитель премии «Сексист года» и заместитель председателя гендерной фракции «Партии Яблоко» Ольга Радаева. Сегодня мы обсуждаем премию лауреатов и номинантов премии «Сексист года» в России, пытаемся разобраться в том, что такое сексизм в современной России, в его развитии социальном и культурном, как это все влияет на российское общество. Сейчас моя любимая номинация. «Обожаю» и у самой всегда глаз цепляется. Речь идет о сексизме в рекламе. Итак, номинанты на премию «Сексист года» за сексизм в рекламе стали «Альфа-страхование» за рекламную кампанию «Каска», реклама мобильного интернета от компании «Билайн» «Вхожу и выхожу» и «Подгузники Хаги» с маленькой модницей, будущий чемпион. Расскажите, кто стал, прежде чем подробнее говорить о том, кто и почему, кто же стал все-таки лауреатом? Подозреваю, что «Альфа-страхование». Да, подозреваю, что да. Причем я так вижу, что тоже с большим перевесом. Хотя, в принципе, ну, мне больше нравились «Хаги». Итак, речь идет о рекламной кампании «Альфа-страхование» по размещению наружной рекламы в 23 российских городах. Более 400 билбордов было размещено. И на этих баннерах были изображены женщины разных национальностей и рекламные тексты, как утверждают авторы премии, оскорбительного содержания. Ну, например, «Купил немку, застрахуй ее быстро и без прелюдий», «Купил кореянку, застрахуй ее по полной» и прочее, прочее. Нужно отметить, кстати, что вот эта рекламная кампания, эта реклама обсуждалась в том числе и в Федеральной антимонопольной службе, куда были направлены жалобы. Довольно много людей пожаловались. 9 декабря 2013 года на очередном заседании Экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Федеральной антимонопольной службе России эксперты не увидели в наружной рекламе «Альфа-страхование» с выражением «застрахуй ее» признаков нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Тем не менее, я предлагаю посмотреть фрагменты этого заседания Федеральной антимонопольной службы, официальная запись. Вот как шло обсуждение. Вступило несколько обращений граждан. Соответственно, указывают на то, что вот используя таких слоганов в рекламе обыгрывается некая сексуальная составляющая, и в рекламе демонстрируется неуважительное отношение к женщине различных национальностей, соответственно, что несет дополнительный намек на сексуальную эксплуатацию женщин, и указывается на то, что такая реклама может содержать признаки нарушения пункта части 6 статьи 5, где речь идет об использовании оскорбительных образов и выражений в отношении пола, возраста и любых других характеристик человека, личности. Соответственно, здесь вот вы видите, используете выражение «купил немку, застрахуй ее быстро, без прелюдий», «застрахуй японку, застрахуй без церемоний», «купил кореянку, застрахуй ее по полной» и так далее. Вот как раз вы используете вот этих слоганов, несколькими заявителями расценивается как некое оскорбительное образы, которое в отношении женщин различных национальностей. Ну, креатив как креатив, не намного лучше, не намного хуже, чем чей-то. Что конкретно они увидели? Вот те, кто обратился. То есть, это что, женщина, которая каким-то образом представляет объект сексуального домогательства, насилия? Я не понимаю. Путем использования словесного обозначения женщины соответствующей национальности и собственного образа женщины в сексуализированном национальном костюме реклама обыгрывает потребительское, неравноправное и неуважительное отношение к женщине в сексуальной сфере, покупку сексуальных услуг женщин различных национальностей. На это указывает использование глагола «купить в мужском роде в отношении женщины». Вербальное выражение «попил немку» напрямую соответствует визуальному изображению женщины определенной национальности с определенными отличительными чертами как и в национальности, так и в национальном костюме. Так что, мне кажется, здесь действительно не просто намек, а такой очень жесткий намек не на автомобиль, а на человека, в данном случае определенного пола и определенной национальности. Стоит слово «немка», «кореянка» и т.п. в кавычках. Вообще-то, в обычном случае, если речь идет о женщине соответствующей национальности, ее никто не кавычит. Если назвать вещи своими именами, то подстрахованность по полной этого креатива существует. С точки зрения юридических норм, я думаю, что все просчитано и не подкопаться. Но то, что это совершенно не интеллигентно и преднамеренно, с учетом обилия анекдотов по поводу, как известно, застрахуйте, застрахерьте и т.д., широко известные, как правило, в определенной среде. Все рассчитано на это действие, на эти ассоциации, а дальше по тому анекдоту. Я с женой больше не встречаюсь, он поет слишком часто, он знает слишком много неприличных песен, он при тебе их пел, нет, насвистывал. Только что мы просмотрели фрагмент заседания экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Федеральной антимонопольной службе, где как раз обсуждалась реклама лауреата премии «Сексист года». Нужно сказать, что после этого обсуждения мнения разделились, но, тем не менее, большинством голосов эксперты пришли к выводу о том, что ничего предосудительного, ничего нарушающего закон о рекламе в этой рекламной кампании альфа-страхований нет. Притом меня удивило, я смотрела полностью записи этого заседания, что в основном как раз мужчины-эксперты возмущались и считали, что эта реклама по меньшей мере не этичная, а женщины, наоборот, вполне себе отстаивали. Но они просто были на другой стороне, на стороне ответчика. Поэтому они отстаивали. Многие женщины подвергаются вот этой рекламе, пропаганде, и они, собственно, готовы к самообъективации. Ведь не все понимают опасность этого. Вот почему нам нужно говорить. Расскажите, в чем опасность? Вот в чем опасность? Опасность в романтизации, проституции. Говоря прямо, опасность в том, что наше общество, как и другие общества, замалчивают о том, что женщины, подвергающиеся вот такому фактически сексуальному насилию, покупки... Домогательств. Не только домогательств, которых путем трафика перевозят в публичные дома, заставляют заниматься проституцией. В большинстве случаев есть международная статистика. У нас, конечно, такой статистики не ведется. Что 75% всего человеческого трафика в мире, оно идет как раз на секс-услуги. И 75% этого трафика составляют именно женщины. Женщины и девочки. Есть другая статистика, которая говорит о том, что 9 из 10 таких женщин, продающих свои услуги, которых мужчины считают добровольными такими жрицами любви, которые, наверное, получают от этого какое-то удовольствие, высокую зарплату и так далее, и тому подобное. Так 9 из 10 этих женщин, они пытаются выйти из этого так называемого бизнеса, но не получается. Вот смотрите, мы говорили... На Западе есть программы, которые помогают этим женщинам выйти, они тоже недостаточно еще раз... Объясните логику. Мы только что говорили о рекламе, причем относительно, может быть, коробящей лично меня, например, коробящей рекламе продукта альфа-страхования. Там лингвистически все прозрачно. Это анекдот, зачем они тогда делали эту рекламу. Все понятно, на что делали Стасов. Здесь еще огромный, так сказать, пласт расизма. Вы понимаете, да, что вот когда мы говорим о трафикинге, и когда здесь используются этносы, то это еще и расизм. Это еще и расизм. В связке. Наши эксперты и в этом не видят никакой проблемы? Разве? Не увидели. Вероятно, не... Очевидно, у них не было этой статистики. Видимо, нужно формировать другой экспертный совет, я так понимаю. Видимо, эти люди некомпетентны. Кроме того, мы опять, как Россия, мы оказываемся позади всех развитых стран, где-то вот с теми странами, которые считают, что покупка, продажа сексуальных услуг – это дело нормальное. Тогда как развитые страны считают, что для того, чтобы противостоять вот этой проституции, противостоять тем пыткам, которым на самом деле подвергаются там женщины, опять же, большая часть этих женщин, они свидетельствуют о том, что было насилие, были пытки, были покои, были издевательства. И не только унижение человеческого достоинства. Это страшная вещь, это страшный бизнес. Кто его держит? И поэтому декриминализация этого бизнеса, за что часто радуют мужчины, и не только у нас, и за рубежом, считая, что все тогда будет нормально, женщины будут под защитой, говорит только о том, как они видят в себе этих женщин, как они видят этот бизнес, и как они видят государство, которое будет покрывать фактически вот это легальное рабство. Тем не менее, это отдельный большой пласт для серьезного разговора, отдельного. Важно, что мы об этом сегодня заговорили. И уж тем паче многим может показаться странным и удивительным, что наряду вот с этой рекламой, которая такие ассоциации за собой несет, вдруг номинантами стали относительно безобидные. И реклама интернета от компании Билайн. Вхожу-выхожу. Ну, я напомню, все, наверное, видели этот ролик, он летом очень активно крутился на телеканалах, где сидит молодой человек, медитирует в то время с смартфоном в руке, а в это время его жена или подружка ходит по дому, убирается, что-то стирает и, в общем, раздражается на него. Он вот медитирует, и все у него хорошо. Потому что Билайн позволяет ему входить и выходить в интернет так часто, как он только захочет, и все нормально с сетью. И тоже не... Что такого в этой рекламе сексистского, страшного и ужасного? Или в рекламе подгузников Хаггис, которая очень милая, где милый видеоряд, совершенно прекрасные детишки, с моей точки зрения, мальчик и девочка, мама и папа, которые умиляются тому, какая растет маленькая модница и принцесса, и как растет будущий победитель и защитник. Что такого дискриминирующего, что такого сексистского в этих роликах, раз они стали, ну, не лауреатами, номинантами? Это гендерные стереотипы, которые, путем рекламы, навязываются всему обществу. То есть девочка и женщина, они должны заниматься только собой, своей красивой внешностью, своими нарядами. А вот мужчина, он чемпион во всех смыслах. Вот вам, пожалуйста, бизнес, вот вам, пожалуйста, власть. Если мы посмотрим на статистику, действительно ли так, может быть, мозг у женщин как-то плохо функционирует, они просто не пробиваются в бизнес, они не пробиваются власть. Нет, оказывается, такая же ситуация везде, во всех странах мира. Их просто не пускают. Те женщины, которые находятся... А виновата во всем рекламе подгузников. Ну, в общем, да. А Оле и рекламы могу сказать? Да, конечно. Они насаждают эти гендерные стереотипы. Можно я только договорю? Да, конечно. По бизнесу. Потому что те женщины, которым удается в нашей стране пройти на вершину бизнеса все-таки, и даже на вершину власти, чаще всего, да, они обладают какими-то супер... возможностями, супермозгом, чтобы пробить вот этот мужской шовинизм, настроенный против них. Но таких женщин очень мало. Я хотела по поводу рекламы сказать отдельно, почему считаю это особо опасным явлением, и не только я, но и, допустим, мировое сообщество на уровне ООН, и организации, которые занимаются гендерным равенством. Дело в том, что реклама, она всеобъемлющая, все проникающая, и современный человек просто обдалбывается. Обдалбывается. Чуть ли не каждые 15 сменов. Каждый человек порядка 300, по-моему, в сутки, ну, горожанин, современный человек, который не живет там где-то в деревне на Атшибе, он получает вот эти информации, визуальные, звуковые и так далее. И, по сути, здесь формируются подсознательные определенные запросы и насаждаются стандарты, да, приемлемости, неприемлемости, желательности на самом деле, желательности. И это точечный механизм, он хорошо рассчитан маркетологами. Когда используются вот все эти запрещенные, на мой взгляд, приемы в рекламе товаров, здесь во многом, допустим, идет женщина-товар, в первом случае автострахование, определенная роль женщины в доме, к тому же в данном случае создается негативный образ женщины, которая занимается, по сути, да, вот она занимается обслуживанием этого мужчины, их общих интересов, то есть их дома, да, а позиционируется она как злобная, агрессивная, когда мы говорим о рекламе Beeline. То есть она, оказывается, еще имеет наглость возмущаться, понимаете, у нее еще и недовольный вид, да, и, соответственно, что мы видим? Мужчина дома отдыхает, женщина дома работает. То же самое под Гузнехи и Хагис, да, и у родителей, и у детей с рождения, вот когда мы говорим, что это социальное конструирование, что сексизм заложен во все основные институты, когда нам это преподносит с самого начала, с самого рождения, на уровне, извините, розовые и голубые ленточки, детских пеленок, понимаете? Вот где это все начинается, и надо об этом сказать. Я хочу переставиться на международный опыт и на наш опыт. Если мы посмотрим на Москву, то мы увидим, что 75% НКО, некоммерческих организаций в Москве, их возглавляют женщины. Если мы посмотрим на малый бизнес, особенно без образования юридического лица, то там тоже 65-70% женщин. То же самое наблюдается часто и в мире. То есть там, где нет власти, и там, где нет больших денег, туда женщин пускают. Коллеги из Эстонии проводили такие масштабные статистические исследования, не на тысячу человек, как у нас принято, а на гораздо более репрезентативных группах. И что выяснилось? После кризиса мужчины... Вы имеете в виду кризис 2009-го? Да, 2008-2009-го. Эстония, несмотря на то, что динамично развивающаяся страна, особенно постсоветская, мужчины, водители общественного транспорта, уезжали в Финляндию, поскольку там зарплаты были выше. И вот этот рынок, этот сектор оголился. И в качестве рабочей силы, в качестве водителей в этот сектор пришли женщины. И вдруг что случилось? Оказалось, что зарплата в этом секторе вдруг упала после того, как водителями трамваев, автобусов, такси стали женщины. То же самое случилось со стоматологами. Вы будете смеяться, но также стоматологи перебирались в более благополучную Финляндию. Стоматологи мужчины. Их место освободилось. Вот стеклянный потолок немножечко поднялся, ушел. Их место заняли женщины. И оказывается, в этом секторе опять же упали заработные платы. Не оказывается это закономерно. Это закономерно. То есть там, где есть власть и там, где есть большие деньги, мужчины и женщины туда не пускают. Почему и возник вопрос введения квот? Это не наше изобретение. Это не то колесо, которое мы изобретаем. Оно давно изобретено. Естественно, у квот есть и сторонники, и противники. У квот есть и опасная сторона. Но очевидно, что квоты приносят больше каких-то положительных вещей для нас, представляя женщин и в бизнес, и в политику. То есть было бы логичнее, чтобы рекламные кампании отталкивались от необходимости пропагандировать гендерное равенство. Гендерное равенство, да. Кстати, ООН говорит о том же самом. Если женщины хотя бы 20% представлены в органах власти, то оказывается, что социальная политика в отношении детей ведется уже лучше. Если 30% женщин, то лучше защищены права женщин. Вот, кстати, о социальной политике. У нас прям совсем немного времени остается до окончания передачи, а мы две номинации еще не успели огласить на премию «Сексист года». Тогда вот одну номинацию я просто очень коротко. Это номинация «Женщины против женщин». Номинируется генерал-майор Елена Князева за то, что высказалось, что женщинам лучше растить сыновей, а не служить в армии. Номинируется обозреватель газеты «Комсомольская правда» Ульяна Скобейда за статью «Лобанов и Тоска. История расчленения не одной семьи». Номинируется автор книги «Предназначение быть женщиной» Ольга Валяева за статью «Как женщины уничтожают мужественность в мужчинах», опубликованную в «Часскоре». Очень коротко, пожалуйста, буквально в двух словах, Наталья, кто стал победителем и в чем основные претензии к этим женщинам? Ольга Валяева за предположение о том, что мужчины обладают какой-то особой по сравнению с женщинами ценностью, а также то, что женщины демонизируются. И, собственно говоря, это является проявлением системным мезогении. А что плохого в том, что генерал-майор Елена Князева, которая по себе знает... Я тоже за генерал-майор. Ну, послушайте, ну это просто комик какой-то, понимаете? Она генерал в погонах, служит в армии, занимает очень высокий пост. И я вообще была очень рада, когда узнала, что есть такая генерал. И когда я прошла вот это, я была просто невероятно разочарована. Кто победил? Валяева. Валяева за то, что на самом деле не моя фаворитка все-таки. Я за генерала. Если бы в армии было больше женщин, у нас не было бы воин. И, наконец, антиженская политика. Вот здесь три номинанта. Это очень важная тема, но у нас прям совсем... Да, совсем немного времени. Итак, антиженская политика номинируется. Концепция семейной политики до 2025 года. Автором которой, в том числе, была председатель Думского комитета по делам семьи, женщин и детей. Елена Мизулина, говорящая о том, что должен быть идеал, государственный идеал в семье. Елена Борисовна вообще отличается в последнее время. Второе. Это инициатива первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Баталиной, которая предполагает введение налога для семей со средним и выше доходом, не имеющих детей или воспитывающих одного ребенка. И, наконец, третий номинант. Это депутат Самарской областной думы Дмитрий Свиркин с его инициативой запретить финансирование абортов за счет бюджета. Кто победил? Победила моя фаворитка Елена Мизулина. Я за нее голосовала и считаю, что здесь люди сделали правильный выбор, потому что наибольшую общественную опасность представляет, безусловно, именно эта концепция. Потому что в данном... Семейной политике до 2025 года. Концепция развития семейной политики, потому что в случае даже частичной ее реализации будет отформатирован такой вид семьи, в которой женщины будут серьезно дискриминированы, будут дискриминированы девочки. И, по сути говоря, это будет таким институциональным механизмом для того, чтобы выжать женщин из сферы оплачиваемого труда, в сферу репродуктивного труда и сделать женщин ресурсом для размножения нации. Я хочу подчеркнуть только, что государство вообще не ведет политику в области гендерного равенства. Если посмотреть на политические партии, вот одну из которых я представляю, почему у нас появилась именно женская гендерная фракция, женская партия, мы имеем и программу, и какие-то меры поддержки в отношении женщин. К сожалению, остальные партии этим заниматься вообще не хотят. Это показывает состояние нашего общества, потому что все нормально. Я предлагаю в ближайшее время все-таки собраться здесь снова в студии «Радио Свобода», отдельно обсудить вот эту вот концепцию 2025 года семейной политики в Российской Федерации, потому что тема важная, но никак не успели. В эфире «Радио Свобода» прозвучала и была показана передача «Человек имеет право», ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были координаторы инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон и зампредседателя гендерной фракции партии «Яблоко» Ольга Радаева. Мы обсуждали лауреатов и номинантов премии «Сексист года» в России. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайте. Редактор субтитров А.Семкин